Друзья, всем привет, с вами Лисицын Глеб Анатольевич. Как у вас настроение? Как видите, сегодня у меня отличное, потому что я заряжен. Заряжен на обзор. Вот такая вот белая прекрасная футболка. Это не мой мерч, но здесь мы что видим? Синий человечек, красный человечек, который олицетворяет добро и, соответственно, зло. Кто вы, выбирайте сами и пишите в комментариях. Если вы синий, пишите. Да, запятая. Я синий. Ребята, приветствую вас всех. С вами Евгений Макаревич. Да, или как многие привыкли говорить, Макаров. Вот. Мы смотрим сегодня с вами немножко разведены. Я рад вас всех видеть. Огромное спасибо, как обычно, за то, что все хорошо смотрите. Хотя, если быть максимально честным, последние два ролика вы посмотрели. Более чем ужасно. Вот, поэтому на верстайте упущенное. Чем вам не угодило, дорогая, я забил. Ну ладно, сами разберетесь в целом. Короче, немножко разведены. Тысяча лет не смотрел. Попросил скинуть ссылки, порекомендовать у меня, спросите где? В телеграм-канале. По ссылочке в описании некий канал. Всех там ожидаю. Также по ссылке в описании можете приобрести мерч. А теперь важная новость. 11 апреля. Никому не верю. Ладно. 11 апреля выходит наш трек «Капель». В запрещенной сети на территорию Российской Федерации. Можете посмотреть наш сниппет, который набрал уже 700 тысяч за три дня, по-моему, или за два с чем-то. Вот. За это тоже всем респект. Спасибо большое, ребята. Очень круто, очень приятно. Ждите. Скоро выйдет муд-видео, так называемое. Знаете, что-то типа клипа. Вот. Ну и плюс, там же сможете послушать сам трек. И плюс он будет на всех площадках. Абсолютно всех. Ссылки, естественно, буду везде раскидывать. И в каждом ролике напоминать о том, что вам можно это послушать. В целом, наверное, все по поводу трека. Осталось просто его дождаться. Поверьте мне, музыкально, поверьте мне, звучит приятно. Поверьте мне, будете как миленькие подпевать. Никуда вы не денетесь, когда разденетесь. Так. В целом, все. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Женек, чтобы достигнуть уже отметочки 700 тысяч. Это уже ни много, ни мало приятная цифра, да, так сказать. И в целом, можем начинать. Я желаю всем приятного просмотра. Самых-самых-самых-самых позитивных вибраций, добра, улыбок и т.д. С вами Евгений Сладкоедов. Немножко развины. Разврат. Первый сезон. Восьмая серия. Ну что ж, погнали. Анна и Артем Одеговы. Анне 36 лет, Артему 28. В браке 2 года. Артем по образованию экономист. Артем по образованию священник, как будто бы. Работает организатором массовых мероприятий. В прошлом порно-актер. Чего, блядь? Анна по образованию журналист. Работает ведущей. Типа в прошлом тоже порно-актриса. На корпоративах и детских праздниках. Видеоблогер. Муж Артем и жена Анна познакомились на праздновании Хэллоуина и с первого дня начали жить вместе. Через два месяца отношений поженились. Сейчас отношения супругов зашли в тупик. Жена Анна ревнует Артема к его подругам. Типа как выглядит жизнь после порно-карьеры. В социальных сетях. Подозревает в изменах. Ведь муж перестал уделять ей внимание. Артем, в свою очередь, признается, что устал терпеть неоправданные претензии своей супруги. Бля, это что за ассасин-то я не могу? Какой бывший порно-актер, программист. Посмотрите на него, он должен сейчас по крышам бегать с мечами. Что это такое, блядь? Анна, будучи в браке, так и не созрела для семейных отношений. Решение обоих развод. Я в начале отношений с Аней делал ей какое-то время сюрпризы. Ну, потом понял, что это бессмысленно. Ну, сюрпризы, вы поняли, да? Ну, они умеют, да, чё, блядь. Ни хрена себе там, блядь, опыт за плечами, блядь. Невероятно, блядь. Потому что человек этого не ценит. Я бы хотела, конечно, побольше этих финансовых вливаний. Первая проблема... Просто напрямую финансовых вливаний. На семье нехватка денег. Жена Анны считает, что муж должен зарабатывать гораздо больше. У Артёма на этот счёт своё мнение. Человек это не особо ценит. То есть у человека свои какие-то капризы на уме. Артём Одегов. Порно. Такой запрос у меня и будет в гугле. Артём Одегов. Порно. Знаете, какая самая первая ссылка? Артём Одегов. Порно. Небритый русский чувак. Вы. Ау. Девушку. В ротик. Блин, ну тут жалко, не видно, его лицо или нет. Не хочу видео включать. Ну, короче, очевидно, что-то он с ротиком-то сделал. Боже мой, какое отличное начало обзора. Как и планировал. Дают, конечно, 15-20 тысяч в месяц, но этого очень мало. Мы решили понаблюдать... О-о-о, отличная кровать, супер. Дать, как строятся отношения в этой семье. Утро Анны начинается с прямого эфира в социальных сетях. Чё, блядь, там обкурились, блядь? Она только-только проснулась, никакого света, ничего. Она сразу же отключает будильник и включает прямой эфир. Ребята, привет. Решила с вами постримить вот в таких патчах. Какая вам красивая я. А, какая страшная. Блин, ну что ты мне пишешь, гадости? Тварь ты такая. Это в моем вкусе, спасибо. Муж с женой спят в разных комнатах. Артём ночует на раскладушке на... Что я включил вообще? Это что такое? Что за условия? Почему он спит около какой-то голой батареи один на раскладушке посреди всей кухни? Интересно. А Артём не хочет покупать кровать двуспальную. Правильно, нахер на это растрачиваться. Это как с машинами. Это типа МВ, Порше. Дебилы. Машина выполняет функцию с точки А в точку Б. С Жигули это будет, Порш, Панамера какая-нибудь. Неважно. Ты достиг с точки А, с точки Б в этот путь? Всё. То же самое здесь. Кровать. За хер мне платить большие деньги, если вот раскладушка выполняет ровно такую же функцию. Можно спать просто на скамейке. Я с ним полностью солидарен. Сам бывший порноактёр. Пока, может, не нужно. Слушай, вот зачем ты снимаешь? Знаешь, что нельзя вообще снимать спящих людей. Ну что, ты нельзя похвастаться. Вот это бич вообще отношений. Мне кажется, то, что парень... В смысле, бич отношений, в смысле, это пляж отношений. You know, типа, ну, как мне это понимать? Бич отношений. Стесняется, ну... Я думаю, этот парень ничего не стесняется. Фоток совместных. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Вау, вот я стремлюсь плюс-минус к такой прическе. Сверху, чтоб на голове именно. Про бороду я молчу, как видите, я уже начал отращивать. Привет, долбоносы. Идите все лесом. Отдай телефон. Пусти! Блин, ну какой же он... Я не хочу ви... Я хочу забыть все, что я видел. Посмотрите сейчас на экран. Как вам состояние ванной комнаты? Так называемое bathroom. Блин. Еб... God damn. Бля, ребят, ну я не знаю, но это... Это, по-моему, хуже, чем в дорогая я забил. И вообще во всем, что мы смотрели. За то, за то, на что обратите внимание, пожалуйста. Смотрите. Внимание на экран. Хватит, уберите меня с фона. Давайте так, да? Механизм, отвечающий за то, чтобы полилась вода, да? Соответственно, не из крана, а из лейки. С брендом Rolex. Понятное дело, что, возможно, мы с вами немного не понимаем, и это, наоборот, какой-то лофт. Да? Такой... Вот Balenciaga же выпускает такие грязные модели, да? Но это Balenciaga, извините меня. Такие поношенные какие-нибудь скейтерские кроссовки. Типа Balenciaga. Там Kanye West вышел, мы такие... О, вау! Типа, скорее всего, это реально круто. It's a real shit, yeah, bro. Вот, здесь то же самое. Возможно, я... Я беру свои слова обратно. Rolex есть Rolex. Это классика. Этот кран меня уже выбесил. Вторая проблема семьи – бытовая. По причине которой у супругов постоянно возникают конфликты. Все время вот эти вещи, нужно его стирать. А вот мне вообще хочется такого, знаете, парня-нянька, такого, чтобы он мне полы тут намывал, ремонт мне сделал, обои мне поклеил, чтобы не мужик был, а сказка. Если развитие дальнейших отношений, семейных ценностей, вот, это, конечно, непосредственно... Я реально как будто смотрю канал Спас. Это просто какой-то поп, который стелит какими-то деепричастными и причастными воротами просто что-либо главное сказать. А понимаете, да, касаемо именно непосредственно ценностей, хотелось бы обратиться в первую очередь к вам, как к моей аудитории, да, которая наблюдает за моим творчеством, так или иначе стимулирует меня для вас, да, что-то делать. Вот это просто какой-то поток бесконечных слов. Чтобы жена умела готовить. Бля, я на спаси, я не могу. На завтрак Аня... Ооо, Аня хочет, чтобы тебе с ней нянчились, как с ребенком. И что делает Аня по утрам для мужчины, правильно. Доширак. Варила Артему лапшу быстрого приготовления. Артем, иди завтракать. Да, можно голос поменять в настройках? Артем, иди завтракать. Я хочу пары, ну, типа, чтоб... Ммм, как нянька. За завтраком... Ёб твою мать, у него что-то там клык висит на ухе. Бля, ну это какая-то припи***нутая семейка, тут, ну, как бы тяжеловато, прям, что-то какие-то выводы сделать. Семья решила обсудить участие в эксперименте. Я хочу проверить, остались ли настоящие мужчины, которые в состоянии купить мне розы. Понимаешь? Сводить меня в кафе. Слушай, ну посмотрим, посмотрим. В принципе, почему нет? Я там тоже посмотрю. Можете, я там найду... Найдешь ты, конечно. Все свои жизни. Ты посмотри на меня, кто я, и кто эти телки, с которыми ты ночуешь периодически. Ты посмотри на меня, у меня есть борода. Оба никто. Ты знаешь, когда говорят борода, тебе говорят да. Поэтому, ну, все возможно. Это какого года выпуск вообще? Знаешь, когда у тебя есть борода, тебе говорят да. Все возможно. Там может быть любовь, свадьбу, жизнь, может еще и секс. Вопрос о правильной измену каждая семья решает индивидуально. То, что? Да, да, нет, нет. Третья проблема в семье – отсутствие секса. Сейчас уже как-то, ну, нету той страсти, нету каких-то интересов. Он мне постоянно врет, обижает меня, обзывает, говорит мне какие-то колкости. У нас нет секса уже достаточно долгое время. Ну, то есть ты как, если… Какое? Вот какое время? Допустим, у вас получится такой момент. Тебе в этом эксперименте нельзя ничего. Слушай, давай я сам разберусь, что я там могу делать, что не могу делать. Если понравится, я… Бля, такой леший сидит, я не могу. Если все сойдет, ты тоже не сможешь. Это что такое? Все равно видеть не будешь, правильно? Как это я видеть не буду? Не будешь видеть, ты не можешь знать. Так, опять баба звонит. Это работа. Оля, Оля. Оля. Тебе надо, это, обратиться в больничку. У меня такое подозрение, что я бы на вашем месте, ребят, по акции, люб, вдвоем нахуй туда, и желательно на пару лет. Что он ищет баб на стороне, но скрывает это, потому что я же его устраиваю. Если вообще есть отношения, да, то есть смысл отношений в том, что люди должны друг другу доверять, как минимум. Потому что есть, что скрывать, да? Есть, что скрывать. Я слышала женский голос. Слушай, возьми Верик, сначала убери, а потом уже поговорим. Покажу или не покажу? Просто я тебе говорю, это... Ну да, я ничего убираю. Сам иди, убирай. Это... Завтрак. Ну что, яичку нельзя нормально приготовить? Когда ты его починишь? Мне кажется, кран – это как эта метафора наших отношений. Может быть, как бы и нет смысла его чинить? Правильно, правильно, не надо его чинить. Это же долго. Примерно год уходит на починку крана. Тебе сейчас не стыдно? То есть, мне должно быть стыдно за то, что ты на меня вот эту... Гадость. Ты на меня выбросил на голову мне, да? Мне всегда было интересно. Вот такую бороду отращивают. Это в каких-то моментах смотрится прикольно. Особенно, там, знаете, если какой-нибудь байкер едет. А как с такой бородой вообще существовать? Вот как, допустим, нормально умыться? Как... Ну нет, ладно, умыться-то еще можно, но борода будет просто мокрая, надо ее сушить, видимо, или вытирать сразу же. Как есть. Типа, я когда ем суп, я должен делать, видимо, вот так, типа... Ну, потому что все же будет капать на бороду. Или лапшу какую-нибудь есть. Прикалывайте, макарона, ты ее тянешь, оно у тебя, бля, по бороде тянется. Не, мне такое не устраивает. Бля, как будто я, знаете, планировал такую бороду себе делать. Решение о том, где семья будет жить со своими одиночками, возникло очень быстро. Может быть, я останусь, а ты поедешь? Ты что, внаглел, что ли, да? Это вообще моя квартира. Вот и оставайся. Отличная кухня, отлично, невероятная ванна и отдельный туалет. Вот, поэтому супер, принимай сюда гостей, парни будут довольны. Я бы на их месте просто свалил бы к одиночкам на территорию. Какой радости ты здесь останешься? Ну, слушай, если... Чтобы ты водил всяких баб сюда и вот на этой кровати их имел? Я тебе ничего не гарантирую. Что у вас тут будет, я не буду знать. Что у нас там будет, ты не будешь знать. Ну, если у тебя получится, получится. Нет, нет. Ну, ты посмотри на себя в зеркало. У тебя поведение вообще неадекватное. Тебе надо как-то абстрагироваться, быть спокойнее, быть уравновешеннее. Сняться в порно. В чем вопрос, я не понимаю. Все нормально. Просто расслабься. Вот это вот кадр с передачей ключей. Боже, спасибо. Я не понимаю, зачем он это надевает на голову. Не знает, кто станет их парами на это время. Но оба надеются, что партнеры будут соответствовать заявленным требованиям к идеалу. Бля, вот он выглядит вот чисто вот вылитый чел, который, знаете, реально медитирует на Бали, занимается какими-то дыхательными практиками. Вот он просто... Или в то же время оцифровывает видеокассеты какие-то. Кто это говорил? На ком-то из стендапов я слышал. Я жду от встречи... Какой-то вот этот хвостик сзади еще. Незнакомцем, ласки, какой-то интересной атмосферы. Может быть, он... Не все-то романтика в мою жизнь. Темненькая, вот... Жена-блондинка. Темненькую хочется, ага. Не знаю, наверное, относительно веселая, что, собственно, хорошо. Если еще немножко сумасшедше, то все будет супер. Интересно, кого... Кого подпихнут им. Муж Артем решил прийти к незнакомке с шикарным букетом цветов, который сразу же разместил на своей страничке в социальной сети. Смотрите, уже сразу же по нервам катается. В социальных сетях размещает. Порно-актеры, блин, все они такие нахрен. Не, ну этот бивень на ухе, ну это просто пиздец полный. Ёб твою мать! Привет, привет! Привет! Боже, как это круто! Красненько! Алина Ильич Баева, 25 лет. По образованию повар-кондитер и мастер маникюра и педикюра. Развивает свой собственный бизнес в салон красоты. Самые долгие отношения длились 4 года. Если мы нравимся друг другу, то я не вижу преград наличия жены. Я просто вижу мужчину и получаю то, что я хочу. Алина решила произвести впечатление на мужа Артема с первых секунд их знакомства. Я считаю себя сексуальной. Самое главное, что ты считала, и никто ничего не говорит. Все уже видели. Личностью, и поэтому решила его прям так встретить. Мне, в принципе, нечего стесняться, и я думаю, почему бы не показать свое красивое тело. Это два сапога пара. Она получает все, что хочет, а он бывший порноактер. Сами понимаете, ребята. Дадут ли мне на этот ролик ограничения? Да нет, не дадут. За что тут давать? И он поступил как джентльмен. Он не воспользовался. Блядь, еще эти два хвостика. Женщина-кошка, блядь. Я не могу, что за ужас. Тем, что я была так одета, и мне это очень понравилось. Мне это даже зацепило. Прикольно, необычно, экстравагантно. А, ребят, да, там блюр был, когда она его встречала. Она была в стрингах. Даже не в стрингах, а в таких, знаете, трусах в ужасной посадке, которая находится практически там, где вот эта вот копилка, то есть вот опущена. Соответственно, ну, это ужас. Но можно было повыше поднять для эстетики, да, так сказать. Не будем же скрывать то, что так красивее. Поэтому в рекламах так, ну, что я вам объясняю. Но там был просто кошмар, но вы видели только кусок блюра, чтобы я не получил 18+. Вот так вот. Немножечко вульгарная и интересная. Я думаю, этих описаний вполне достаточно, чтобы описать, что она была частично раздета. Пойдем, я тебе покажу свою квартирку. Здесь моя комната. Ну, как тебе? Цвета нравятся? Да. Это мой зайка. Смотри, прямо на тебя похож. Да, один в один, блин. Похож? Да, только он весь бородатый, а я только здесь. Слушай, а почему у тебя именно стиль бороды? Просто решил как-то по-новому посмотреть на мир, и поэтому борода решил отрастить, чтобы от прошлого немножко оттолкнуться. О, прикольно это. И поэтому вот так вот решил сделать бороду себе. О, прикольно это. О, борода такая от тебя. Блин, я зайду с ума. Мы 10 минут посмотрели, еще час 10 смотреть. Ты что, что здесь будет-то? Ты же, ты где любишь спать на кроватке или на диванчике? Я люблю на мягком. Блин, она как будто просто под чем-то. Ты больше любишь спать на кроватке или на диванчике? Люблю на мягком спать, да. То есть я буду спать на твердом? Это мы уже разберемся. Это же решим вопрос. Кухня, кухня, самое главное. Кухонька у меня очень простая, очень скромная. Я же купил творожки, вон этот круассаны. Можно чайник держите нормально. Алло, здравствуйте. Я тут заблудился в вашем волшебном лесу. Выходите меня, встречайте. Я нахожусь возле большого какого-то здания. Вроде бы это мид. Ёлки здесь еще. Хорошо. Ёлки-палки, блин. Сейчас спущусь, встречу тебя. Блин, просто диалог двух-двух крипов. Все, жду. Да-фай. Бля, смотрите, француженка идет. Привет. Спасибо. Меня зовут Паша. Это мне? Конечно. Павел Башевский, 27 лет. По образованию юрист, по призванию фитнес-тренер и массажист. Последние серьезные отношения длились два года. Находится... Вот с ним. В поисках настоящей любви. Это какой-то вот богатый опыт и видно жизни с мужчиной. Ее можно было микрофонку не поставить, желательно петличку. Хотелось бы попробовать себя в роли, так сказать, мужа. Спасибо большое. Я знаю, что в вашем большом сказочном лесу не так легко удивить девушку, но у меня есть тебе один сюрприз. Подожди, пока не смотри. Ой, что это? Карета подор. Прошу. Это карета? Конечно. Классно. Я была так счастлива. Вот этот подарок меня вдохновил. Я уже почувствовала себя просто на седьмом небе. Такого, думаю, транспорта еще не было. Девочку прокатили на тачке строительной. Я почувствовала себя на седьмом небе. Не, я не знаю, как это смотреть. Блин, это так классно. Я ни разу не ездила на такой карете. Это круто. Девушка достаточно приятная, ухоженная, своенравная, с характером. Я в начале отношений с Саней делала ей какое-то время сюрпризы. Ну, потом понял, что это бессмысленно, потому что человек этого не ценит. Кьюти тут очень интересные интересные фотографии. Я такое ощущение, что он сейчас бить начнет от кого-то. Это ты? Это я. А чем ты вообще занимаешься? Я модель, актриса, видеоблогер. Видеоблогер. А там все мои портреты. Я очень люблю, когда меня рисуют, фотографируют, снимают. Очень ранимая и хрупкая девочка, которой действительно нужна поддержка. Как это можно такой вывод было сделать, я не понимаю. Жена Анна, как настоящий блогер и любительница социальной сети, не смогла удержаться и выложила фотографию с новым партнером. Подожди! Это самое, убери руку, потому что ты меня будешь типа там лапать. Как будто бы там меня лапаешь. Все. Так, так не ржем. Все, я с обожанием смотрю, да. С обожанием смотри в камеру. Не на меня, а в камеру смотрим. С обожанием. Смотри, выкладывай. Вот, вот она. Мягкая, хрупкая девушка, которую хочется поддержать. С туфот, чтобы ты потом не говорила что-то. Пусть все видят. Так, о хэштеге моя любовь, люблю ее. Follow to follow. Follow me. Пиши, хочу ее, обожаю ее. Моя любимая. Моя любимая. Должны догадываться. Пусть они там все обделаются. В отличие от жены Анны, новая знакомая мужа Артема, Алина, умеет готовить. А, давай сделаем леденцы. Ну, это надо сахар немножко потопить. Это жженый сахар из него сделать на сковородке и, в принципе, в духовке запишем. Давай сделаем. Это можно сделать. Давай сделаем. Слушай, как повезло твоей жене. Расскажи. Да, сплошное везение. Как ты вообще согласился? Девчонки, знаю, что уже обзавидовались все, но что поделать? Примите тот факт, что такой кавалер вам не достанется. Вот и все. На такой эксперимент. Артем не стал рассказывать о себе, а решил узнать у Алины ее мотивацию участия в проекте. Поведай о том, для чего тебе этот проект, собственно. На самом деле, если кто-то не ценит мужчину, ты знаешь, я бы забрала хорошего мужчину. Я просто растерялась. Мне он так понравился. Ты знаешь, если кто-то не ценит мужчину, то я бы забрала мужчину. Бля, вот это вот надо взять в блокнот точно, как пометку, потому что, ну, звучит реально здорово. Вот. Все, что пока что могу сказать. Расскажи немножко о себе. Я раньше танцевал. Там, Го-Го, всякое такое, стриптиз. Давно было это время. Стриптиз? Стриптиз? Да. Для жены ты танцуешь? Нет. Слушай, что тебя вообще привело в этот проект? Ну, я смотрю, ты для жены как-то особо не стараешься. Но вообще-то любой человек может сделать приятно для своей половиночки. Для тебя вообще пофига. Я не знаю, я просто не вижу в этом какого-то интереса. Я сейчас больше погружен, на самом деле, в работу и какие-то такие дополнительные развлечения, утехи для жены. Мне кажется, это пока... Подожди, а как с ним целоваться? Вот я так задумался. Вот как вот можно... Не, ну, целуются же, да? А как? Ну, на данном этапе лишний. Это типа нужно вот ты его так держишь и не просто сразу целовать, да, а сначала вот так подлезть под эти усы и потом уже начинать барахтаться языками там. В последнее время он очень со мной груб и меня это раздражало. В отличие от мужа Артема, Павел готов удивлять и покорять жену Анну. Вау! Это что такое? Это ты мне степень исполняешь? Я просто не могу без тренировок, мне нужно хотя бы иногда потренироваться. Не хочешь присоединиться ко мне? Когда я зашла, просто обалдела. Паша стоял на руках, голый, в одних трусах и предложил мне заняться с ним фитнесом. Можешь ты поднять меня на своей спине, отжимаясь? Ну, давай, попробуй. Давай. Садись. Не, ты ножки поднимай, так неинтересно. Так неинтересно? Конечно, вот. Да ладно. Блин, мне так неудобно. Как лошадь, прям. Это лучший комплимент в моей жизни. Ну, вообще, да. Хотя бы ты смеешься, значит, тебе понравилось. Ну, спасибо, спасибо. Да ладно, смели. У меня нет никаких слов, если честно. Смели. Ну, давай, смели. Паша, конечно, может быть живым вибратором. Готовься еще к одному сюрпризу. Слушай, ну, ты меня просто сегодня закидала этими сюрпризами. Но вообще, я люблю всякие интересные штучки, сумасшествия, приключения. Он меня не поощряет, не устраивает мне интересные конкурсы, сюрпризы, как Паша. Алине настолько сильно понравился муж Артем, что она весь вечер выпытывала информацию о своей потенциальной конкурентке, жене Артема Анне и о том, какие женщины его все же привлекают. А тебе жена заботится? Ну, так, относительно. Она карьеристка, да? А? Она карьерой больше занимается, да? Всякие трансляции, вот это все. Я не знаю, что это, это карьера или что, но это, короче, какой-то бред, который на самом деле... она видеоблогер, надо оценить, это тоже труд. Я понимаю, что, конечно, не считается работой, но пусть снимает, что ты ее трогаешь, нормально все. Там онлайн у нее бешеный, по-моему, по утрам. напрягает, и который... Ты меня не одобряешь такое? Ну, блин, ну, когда ты знаешь, утром присыпаешься, у тебя камера в лесу, смотрите, я там, вот он спит. Что ж, вот зачем ты снимаешь, знаешь, что, что нельзя вообще снимать спящих людей, тем более... Ну, что-то вы нельзя похвастаться. То есть тебе бы хотелось, чтобы тебя больше бы погладили, приголубили, да? Да, 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 это было бы спокойнее. Просто, говорю, вот эти стримы, вот это все, это, конечно... ты такой, креативный, сообразительный, и... Как можно эти выводы делать? С чего ты вообще взяла, что он сообразительный? Я думаю, он прям хозяйственный. А я тебя угощу леденцем, а ты меня угостишь? Да. Смотри, Смотри, давай. Ты такой забавный. Ну, и леденец у нее сладкий. Полизал немножко. Что тебе нравится в женщинах? Одно... Леденец сладкий ваш. Я пойду, наверное, на кухню. Меня привлекают татуировки. У тебя, кстати, заметил тоже есть татуировка. Да, на самом деле, да. Она что означает, для чего вообще было сделано? Смотри, у меня есть вот такая. Это что нарисовано? Доллары, завернутые в розу. Очень много о ней можно говорить. А это кинжал? Да, кинжал. И бабочка. Кинжал с бабочкой. Красивая татуировка? Слушай, вот у тебя вот это прикольная татуировка есть. Можно я запечатлеваю. Да, конечно. Прикольно, да? Да. Я вот никогда себе татуировку не сделаю. Я считаю, это пошло и некрасиво. А типа, все остальное у нее норм. А вот татухи бы ее испортили. Понял. Не гламурно, не модно. Хоть мужа Артема и привлекала мягкая кровать Алины, но первую ночь он все-таки решил провести на диване. Пока я сегодня на диванчик лягу. А тем временем в паре жены Анны и Павла вечер только начинается. Блин, можно мне все это не видеть, пожалуйста. Молодой человек уверен, что сможет окончательно покорить жену Анну после приготовления для нее ужина. Вот написали, любая нормальная девушка, вот, любая, вот, я не категоричен еще никогда, но здесь вот скажу, увидев вот это вот в первый вечер, а бы, бля, как Соник Икс бы просто Я считаю, что любой мужчина должен уметь готовить. И тем более готовить для своей девушки. Поэтому я тебе приготовлю легкий фитнес-ужин. Это вот ты угадал, да. Иногда готовлю, иногда не готовлю своему мужу. Но, конечно, круто было бы, если бы я вообще не готовила, а муж сам заморачивался на эту тему. Ну, она что-то сама себе готовит. Да, что она вообще хочет по жизни? Ничего, типа, просто, чтобы все было. Я сам себе готовлю. Мы все делаем грубой мужской силой. Да. Так, во-первых, вкуснее. Вау, ты порвал петрушку. И правильно. Ну, давай, давай. О, господи, как это получилось. Давай, давай, останавливайся, все хорошо. Ты выдавливаешь из нее сок просто. Да, у меня как-то, знаешь, по-своему получается. Ну, это придает, вешет, зато это общий салат. Мы его сделали. Тебе не бьет толком? Нет? Толком? Я реально, мне кажется, от меня идет такая энергия вообще. Теперь мы будем с тобой рвать перец. Это потому, что у него вибратор в жопе. Он его трогает, он что-то передается. Ладно, давайте с шутками на сегодня закончим. Рваю, а ты мне помогаешь с отройку. Это так выглядит, значит, не банально. Какой же перчик. Перебежьте. Главное, что большое. Вот, да, 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 да. Ты чувствуешь, да? Как себя перебеживает. Как зарождается, зарождается новый вкус, да? Ты чувствуешь это, да? Ну, ты, кстати, своего мужа, который спит на раскладушке на кухне, ты так мне почему-то ничего не сказал. Он пристал. Он спит на гладилке вон сзади тебя. Последнее время обращает на меня внимание. Я чувствую себя. Да, я сегодня в ударе, не надо спрашивать. Сам за вас все скажу. Они нужны. Постоянно переписываются с бабами. Ну, ты пробовала как-то там? Мне очень грустно. И еще он ни разу меня не готовил. У меня вот эти два года, который... Я вот прям хочу это сделать. Прямо порыв у меня такой. Подожди, я должен это сделать. Только не бросайся из окна. Нет, не переживай. Я не переживу этого. Я живу самой лучшей девушкой! Самой красивой! Самой умной и интересной! У-у-у-у-у! Где он будет спать? Не знаю, ты же мужчина, вот понимаешь, я не знаю. У меня есть свой вариант. Я подготовился. Да ты что? Да. Вот такой у меня матрасик. Это называется со всем... Бля, пожалуйста, чел, оденься. Какой-то ужас. свое ношу с собой. Ничего себе мужчина. Да ладно. Надувается. Вау! Мне кажется, я надувала матрасы вот так вот в году 10-м еще у бабушки. О май гааш! Просто летим. Короче, Паша, я тоже приготовила тебе сюрприз. Ну давай, интересно. Вот послушай. При всех своих достоинствах жена Ани еще и певица. Павлу предстоит оценить ее новый хит. По такие песни надо с ума сходить. Ууу, давай. Хочу замуж за француза. ты еще и пойдешь? За француза. За француза. давай, давай. А я хочу замуж за француза. За француза. За француза. Ну просто что пообещали этому челу, что он сюда пришел. Я не могу понять. Надо, чтоб он был миллионером. Обычный парикмахер. Но и мэром. Мэром Марселя могла б я полюбить. Я-то по Франции там не буду щедить. Ха-хахаха. Ля, это же реально хит. Сейчас меня за авторские права видос могут снести. Блин, надеюсь, что как-то монтажер мой справится сдаст нарезкой этого трека. Дима, пожалуйста, аккуратней, потому что я боюсь сейчас ну прям реально ограничения будут зная о том что жена она не любит готовить алина решила начать покорение сердца мужа артема с приготовления вкусного завтрака вообще прикольно спасибо тебе большое за завтрак я ты прям умница молодец тебе прям большое спасибо как это все мерзко звучит что в этом такого это же просто яичница не хочу петлички видимо прямо около пасти вот здесь вот хочу тебе сделать сюрприз и порадовать разное что мог подумать вот например массаж массаж этом при помощи массажа с ними стресс разные варианты в принципе в голове вскакивали тогда давай куланом и пойдем утро жены а не тоже началось с прекрасного но не только завтрака доброе утро пойдем со мной следую по пути который ты потом будешь очищать ничего себе так меня еще подожди я прямой эфир включить алло деле ах ты какие классные вау как выглядит все романтично прикольно песточки мне никто ни разу не прокладывал такую дорожку да это тебе небольшой сюрприз на завтра у нас только одна кошка ты же поняла да я хочу пашечка мне снился большой дом море и то что у меня пятеро детишек пятеро детишек я сижу там беременная шестым серьезный сон и мы подаем заявку на дорогая я забил прикольно да пашечка ты сидишь на море беременны с пятью детьми но без мужа да он где-то в командировке у меня возникло желание отведать прекрасный десерт прямо с тебя с меня да пожалуйста раздень мальчик ну я не могу тебе отказать ладно давай послушный мальчик ну да если я попробую на бицепс ну да да не попросила меня опять раздеться мне кажется она вошла во вкус как я могу отказать девушки ну чтож я тоже проложу свой путь вот так что говорю здесь только я можешь пока помолчать какой волшебный путь наверное я была первой кто это сделал мне так кажется этот уставший кран rolex этот кринж что происходит какой ужас дальше я хотел картина маслом просто всегда на одном месте лежит эта лейка помыться после торта который ели с меня и поэтому я решил пойти в ванну и обнаружил там что после торта там и сосам эту банты взял с собой чтобы потом ей на волосы накрепить закрепить вот там беспрерывно течет крану аня а чё у тебя с краном он так и должен течь постоянно а они иди сюда и давно это у тебя так течет мой муж ведет себя как принцесска который ничего не нужно но это мой муж скрутил ты поможешь надеюсь вот жизнь поэтому так и не складывается нормально может потому что утекает жизнь вместе с этого но и если ты мужик то почини как раз кран это как эта метафора наших отношений может быть как бы и нету смысла его чинить сейчас я возьму это свои руки дам минутку сейчас мы все сделаем в течение часа павел наладил душ обрадованная жена анны не знала как отблагодарить его да прям ванну ложитесь от благодаря его там атмосферка просто фантастика на блин давайте так кто хотел бы там вот блин полежать в ванне вот реально прям кайфануть да вот дайте знать в комментах потому что я знаю девочки любят ванну атакую блин очень красиво я просто обсматриваюсь что подождите блин реально круто все выглядит ваша оказывается обладает навыками сантехника это для меня было очень странным учитывая его образ жизни все-таки он фитнес-тренер и тут вдруг бас и умеет обращаться с инструментом павел попросил анну помочь ему отмыться от сладкого торта последнее чтобы я хотел в жизни делать это ложится в эту ванну это бразильский зеленский так сказать и надо последнего не раскрывала мужу артему какой сюрприз приготовила для него бабочки звери или веду в антистресс на самом деле я очень хочу чтобы ты расслабился и просто получал удовольствие и давайте напиши все свои проблемы всю свою осознавать негатив посуду да и мы это прям выкинем то бонус что шутит как-то да ну как можно снять стресс тем что разбить тарелки предполагал какие-то другие варианты что нам голову не знаю в пацанках вообще разбивая тарелки забывают сразу все свои проблемы поэтому попробую разбить тарелку разби там не знаю типа там заводовая что такое не да да вот именно заводовый надо писать и разбивать их будем забывать продавая тебе помогут ухаживаю за тобой думаю я правильно сделала да я с тобой поехали дребезги дребезги так это чего у нас негатив синие попал в синюю ну и вот такую последнюю тарелочку хотела вот прям красным по белому написала это то что есть в отношении ревность ревность да это жопа ну чтобы ревность шла прямо туда глубоко и далеко 1 2 3 почувствовал себя отчаянной домохозяйкой прям так все это хорошо все эти негативные эмоции вместе с тарелками долой я почистил бородой так что пойдемте завинчу этом шутки разрывные летят она всегда чуть с ума не сходят от шуток а ты давай расскажите про своих проблемах что там я думаю зло я такая немножечко злюка но а это я думаю это моя спонтанность в голове ветер нормально прям прям уж поищал хорошо бомба да вообще прикольно такого ни разу не было вот опробовал что нужно вот что должно в жизни произойти чтобы я в какой-то момент такой так надену-ка я оранжевую рубашку поверх кардиган потом куртку джинсовую с кожаными рукавами и вот эту вот шапку ассасин кридов для которых перемешку с этим же еще и шарф я не понимаю спасибо тебе большое я думаю вместе с этими тарелками и действительно уйдет ваша проблема вполне вероятно может быть куда-нибудь в теплое уютное местечко завяжем давай и можно короче горячительно чтобы согреться ну да это точно давай рванем за продолжительное время общения с женой они павел понял что девушки не хватает в отношениях с мужем сказки и романтики поэтому решил постепенно это исправлять надеюсь они в одном заведении встретятся восточная сказка знаешь я чувствую себя прям как на красной дорожке прошу присаживайся мне на самом деле хотелось поговорить расскажи вообще о своем мужик ты знаешь вот я сейчас улыбаюсь на самом деле но на самом деле за маской этой улыбке стоит столько проблем столько душевных переживаний столько непроработанных вопросов и порой мне просто кажется что надо убирать эту улыбку и быть собой но я я не могу показаться слабой я очень много пережила долгими бессонными ночами я думал о том где мы мужчина почему он не уделяет нема почему он не хочет меня видеть а лайкает соц сетях всяких жгучих брюнеток негритянок пыталась уточнить я плакала раньше же в инстаграме была прикольная хрень когда можно было полить кто кому лайки ставит я забыл как она выглядит визуально точно такое было 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 что такое я сам с собой диалоги веду не обращать внимание я ползала на коленях ее может излечить какое-то адекватное человеческое общение и огромный член можно жить здесь и сейчас и быть счастливой я хотелось бы узнать фанат в ресторане к нам подошел какой-то пьяный мой фанат как я поняла я ему давно нравлюсь и вот наконец какой фанат у нее нет таких фанатов у меня выследил и хочет со мной познакомиться просто стоит какой-то дебил о пошатывание и ноги широко поставлено это просто какое-то животное на планету обезьян попали шо это было митцам да вот рассказываю знаешь молодому человеку о том что мне не хватает мужского внимания аваulars пообщаемся осhole духовreetren вот просто посмотрите умоляют как он ходит задУ таких много вот это вот как раз тот образ над которым я шучу. Посмотрите, вот на походку внимательно сзади и на джинсы. Это мужчина, с которым у меня свидание. Вот, вы готовы? Погнали! Че? Прости, я порчаюсь. Как будто в штаны, бля, насрал. Я не могу. Выглядит просто убого. Зачем так обтягивать свою жопу? Я не понимаю, для чего? Я не знала, что делать. Смотрела в стекло. Очень переживала. У меня просто эмоции зах... Не переживай. Хлестнули. Как будто гота какой-то. Эй, what's going on? Держи сейчас. Все, все. Ты... Че тебе надо-то? Чао, 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 чао. Давай, давай, одевайся. Тихо, тихо. Давай, давай, успокойся. Что это, Паша? Иди давать. Слышь. Иди давай, говорю. Иди отсюда. Ну, я думал, он поймет, что надо ему уйти. Он не стал понимать. Поэтому пришлось вывести его и применить силу. Что вы делаете там? Все, все. Пойдем, пойдем, пойдем. Паша ввел себя, как настоящий рыцарь. Пойдем, пойдем, пойдем. Не обращай внимания. Все нормально. Я не поняла, что он хочет доказать этим. Наверное, свое право на меня, как на его женщину. Пара мужа Артема и Алины тоже решили продолжить вечер в баре. Спасибо. А, блин, ну жалко в другом баре, ну ладно. Спасибо. Ну что, давай выпьем? Давай просто за хорошее продолжение нашего с тобой общения. Ты у нас прыгал с парашютой? Да. Сколько раз? Раз, два, три, четыре раза. Четыре раза? Четыре раза с парашютой и два раза с моста. Обалдеть. Когда ты с парашюта прыгаешь, у тебя есть, кстати, основной парашют есть запаска, вот здесь. А с моста ты прыгаешь, у тебя, блин, только трос, который ты вообще не чувствуешь. Сейчас, секундочку, я отойду бороду припудрить. Яркая внешность Алины привлекает не только мужа Артема. Ну, еще и вот таких вот дебилов. Добрый вечер. Я диспетчер. Здравствуйте. Рукава вот, посуда вот. Вот такие вот, обязательно. Вот такие вот рукава у мужчин. Всегда приветствуются на футболке. Девчонки, видите парней в баре вот таких вот, которые подходят с коктейлем. Вы сразу типа, добрый вечер. Все. Берите, не думая. Просто смотрю на тебя и захотелось здесь пообщаться. Мы тут снимаем. Ну ладно, дебил я его пока грубо назвал. Зачем я его обзываю? Вообще, зачем я кого-либо обзываю? Это, естественно, дисклеймер. Шутка это все. В рамках обзора. Отличный парень. Супер вещи, кстати, носят. А что это такое вообще? Так, передача. Ну что, получается, парень, ты засветился на передаче. Как минимум в моем обзоре еще тебя просмотрят. Это дополнительные просмотры. Дополнительная медийка. На улице будешь идти, но, как говорится, уже какие-то люди-то и узнают. Давай еще. Ты меня обогнал в краску. А вот парать, типа, вот с этим. Это прям секрет-секрет. Ты таким мальчиком. Вот мальчик. Если мы замутим сфинкеру, я тебя обязательно позову. И он сейчас не поймет, что-то. Слушай, он тебе реально интересен? Да. А ты еще ближешь? Так я тут сижу. Ты мне место греешь. Просто внезапно телепортируется. Тебе правда интересен? Да, меня возбуждает его, брат, да. Ты же он меня не знает, что он мне может нравиться или нет. Там мы... Знаешь, штука в том, что ты со мной уже разговариваешь. А вдруг там за спиной моей... Ты выскочил, блядь, после пикап-курсов каких-то? Свали отсюда быстрее уже. Что он настолько веслит, что не может тебя... Ты как бы не потолстая, у тебя все равно ничего не получится. Слушай, дядь, на самом деле, ты... Вы уже тут мне решили поругаться? Я просто предлагаю тебе взять и уйти отсюда. А почему ты должен уходить, когда ты сидишь на моем месте? Давай мы не будем. На самом деле мы вместе пришли. Мы хотим немножечко посидеть и расслабиться. Вы хотите побыть вместе? Да. Слушай, а тебе не кажется, что он слишком слабохарактерен? В данный момент вот как бы я не ухожу. Нет, он просто интеллигентный. Он не интеллигентный. Да, ты просто быдло, тупорывая. Пока мы с Алиной друг к другу незнакомые люди, я не вправе осуждать тех, кто пытается с ней познакомиться. Хотя у меня это вызвало достаточно бурные эмоции. Заткнись, пожалуйста. А зачем ты право теряешь агрессию? Ты не умеешь общаться с девушкой. Закрой рот. Твои монологи мне за... Ну что ты дал? Да по сути. Ну вот и иди давай. Не умеешь общаться. Я на домах хочу. С настроение изгажено. А можно ложечку? Конечно. А можно было сразу руками не есть и попросить ложечку. Ну это так, лайфхак. Ооо, надеюсь она его обмажет медом и будет слизывать. Это будет что-то реально интересное. Фантастик. Ушись домой, жена Анна попросила Пашу научить ее готовить глинтвейн. У меня сегодня вечером ожидается бармен-шоу. Давай-ка я включу тебе крутую музыку и побуду диджеем этого шоу. Давай попробуем послушать. Как тебе вокал? Тоже твоя песня? Я уже узнаю. Она включила свою песню очередную. И как бы я не смог сдержаться. И уехал. И пустился в пляс. Из-за тебя не спала. Ты удивлен? Ла-ла-ла. Я уже начинаю становиться твоим фанатом. Это прекрасно. Мне начинает нравиться это все. Ты ждешь мой автограф? Слышь, Слава, ты удивлен? Ла-ла-ла. Ты удивлен? Ты удивлен? Ла-ла-ла. Ла-ла. Ты удивлен? Ла-ла-ла. Бля, у меня в голове это заело все. Ты удивлен? Ла-ла-ла. Слушай мои слова. Я вижу по глазам, что уже. Так, Аня, ну что, мне кажется, наш божественный напиток. Кстати, тупее ли я, когда смотрю такие видео. Да нет, не тупее. Наоборот, становлюсь только разумнее, умнее. Поехали, ребята. Готов уже? Так, ну что, Аня, может, пойдем в комнату? Ну давай. Ну что, я здесь, пойдем туда, там подъем. Лучше предложил ей удалить со всех площадок ролики, бля. О, эти, треки. Тихо, бля, э. Тихо, бля, э. Все нормально? Ненормально. Че ненормально? Да ты не можешь себя нормально повести? Ты че как непонятно кто? Фига. Я какой-то хотела, наверное, такого... Какой-то такой драки, да, чтобы можно было получить гематому на лице, просто потому что перед тобой стоит дебил в баре. Правильно, правильно. Отличная реакция, отлично воспитанная девушка. Супер. Прям одного слова. Мы сидим с моей девушкой там, да, и... Не мешай нам. Он это сто раз сказал. И человек ушел. Ну как-то... Да, только человек не уходил. Ничего страшного, нет? Восстанови память, сходи куда-нибудь. В центрах какой-нибудь. По тверже, решительности. Ты вроде серьезный, адекватный, а просто вот повел ты себя как клоун. Я просто не ожидала. Знаешь что, слушай, вот... Я не хочу с тобой разговаривать, и в общем... Ой, слава богу. Меньше Диме блюрить придется. Ложись спать, блядь. Ну, возможно, отчасти она права, потому что... У нее сформировано такое мнение, что... Должна быть драка. Все, если вот такой вот конфликт за девушку, должна быть драка, и все. Возможно, она просто не видела решение этой ситуации как-то иначе. Алин. Ну, извини, да. Я на самом деле был неправ в этой ситуации. Давай я тебе лучше объясню точку зрения, как я вижу эту всю ситуацию. Ну, то есть, как минимум... Нет, давай не отодвигайся. Как минимум, это уголовно наказуемо. Неизвестно, чем это закончилось. Зачем вестись на эти провокации? Там все видели, что он неправ, что неправильно поступил. И я думаю, ты каждый там может это спросить. Слушай, давай просто забудем вот эту тему, да? Ты для меня сегодня подготовила хороший сюрприз. У меня для тебя тоже есть сюрприз. Если ты готова... Дима, походу, надо будет блюрить. Что поделать? Рисковать. Готовы мне довериться. То я готов тебя, собственно, так сказать, посвятить в такой круг экстремалов, можно сказать. Хватит дуться. Все. Давай, поехали. Готовы? Давай. Все, давай. Тогда давай, собирайся. По условиям эксперимента, муж и жена каждый день созваниваются по видеосвязи. Темыч, привет. Привет, привет. И кто у тебя там на фоне? Это все в короне. Бля, какой дурдом, я смотрю. На фоне? Смеется. На фоне стена смеется. Да, что на бабу у тебя? Кто у тебя за фотка последняя с татуировкой? Две минуты назад выложил, уже три бабы лайкнула. У тебя глаза косые, ты что, пила, что ли, что-то? Я решила сегодня отметить мой второй вечер с мужчиной, который за меня подрался, представляешь? Ко мне сегодня пристал вот поклонник в ресторане. Вот такой симпатичный молодой человек, и Паша даже подрался с ним за меня. Да, там драка была просто невероятная. Представляешь? Интересно. Интересно. Там просто был дебил какой-то. И он его просто вы... С чем я вам это рассказываю? Как ты? Он реально меня защищает от поклонников. Я вообще почувствовала себя реально принцессой. Вот с тобой... С тобой этого не было. Я тороплюсь. Все, побольше перезвоню. Ладно. Пошли вы все. После скайпа с мужем Артемом, жена Аня продолжила вечер в тесном общении с Пашей. Прекрасный матрасик. Кто-то мне... Матрасик. Дусы чуть-чуть? Да. Мне кажется, он вздув. Давай тогда лучше перейдем на твою замечательную кровать. Вот так. Вот здесь. А там, естественно, чай у них черный. Не алкоголь там, чай. Давай за нашу встречу. Расскажи про свой первый раз. Кто был твоим первым мужчиной? Ооо, блин, это реально супер вопрос. Просто представьте, мы с вами второй день встречаемся, да? Где-нибудь тоже там в ресторане или, может быть, домой к вам пришли. Я такой, расскажи про это. Про самый-самый первый раз. Про лишение, так сказать. Расскажи. Че, молчишь? Рассказывай. И начинаю вот так вот играть мышцами, сижу в майке вот такой. Бля, я не знаю. Я не верю. Я вообще не верю в это все. У меня первый раз был с телеведущим. Подробности. Я не могу прям все в красках. Не-не-не, давай прям в красках все. К тебе писать. Ну, хочу сказать, я улетела в космос. И вот до сих пор... То есть прям первый раз он был такой сразу яркий? Да-да, у всех девушек первый раз. Вот прям они все в космосе и помнят на всю жизнь как самый лучший. Ну, болезненный, конечно, но очень яркий. Мне Аня рассказывал про своего первого мужчину, который знаменитый и кто-то там. Такой же знаменитый, как Чел в баре, бля, который был. Я, к сожалению, действительно не знаю, кто это человек. Но мне никак это не вызвало никаких эмоций. Я понимаю, что не хочешь подробностей, это естественно. Но хотя бы расскажи, ну, место, где это происходило там. Могу тебе приоткрыть завесу тайны, что-то было на подаконнике. На подаконнике? Все остальное я, пожалуй, скрываю. За любовь. Залпуйте. Поддержу. Я вообще пью только на Новый год. Так вот он, Новый год, новая жизнь. Прежними мы отсюда уже не выйдем. За прекрасный вечер. Ты ко мне ближе сегодня находишься, чем многие люди в моей жизни. Как человек. Хорошо, что он, кстати, ее не пытается споить. Надо допить. Давай еще раз. Надо допить. Сегодня Новый год, новая жизнь. Надо допить. Надо допить. ПА! Как мужчина, да. Он, конечно, произвел на меня впечатление. Поставишь мастыканчик? Я да, да. Поставлю. Было вкусно. Да. Ну, я думаю, надо уже... И жарко. Да. Ложиться спать. О-о-о. Фух, слава богу, без подробностей. Муж Артем устроил Алине обещанный сюрприз и отвез ее в заброшенный поселок на экстремальную экскурсию. Давай вот здесь, смотри, есть проход. Здесь более-менее чисто. Попробуем. Ну, готово? Да. Наверное. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Лупа! Я была в шоке, когда мы приехали в заброшку. И такой сюрприз. Если бы мне сказали, я бы не поверила, что я поеду, я буду ночью там. Ну и ап. Тихо, тут бы крыса обычно пробежала. На момент ее штанишки поменять. Соберись, соберись, все, может быть, да, страшно, страшно, жутко, да? И самое главное, безопасно. Давайте по этой лесенке, все нормально. Пойдем, пойдем, не боюсь. Слушай, а лестница не обвалится? Не-не-не, не обвалится, все нормально. Тут, смотри, тут же картина есть. Да ладно. Картина. Тут, видишь, ступеньки просто скрипят. Интересно. Претененько. Здесь как-то детский лагерь планировался, видишь? Ты что, это кровати, что ли, кукла? Серьезно? Я тебе предлагаю сейчас просто закрыть глаза и досчитать до десяти. Чего? Детская игра в прятки. Вслух? Или можно немножечко обмануть? Да давай вслух, чтобы я понимал, сколько у меня времени есть. Готово? Раз. Два. Пять. Девять. Десять. А я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виновата. Ты где? Ку-куу. Ну все, давай, брось. Выходи. Ну все, уже не смешно. Давай выходи. Это настолько все плохо, что хорошо. Мне это уже не нравится. Дурак. Боже, ты сумасшедший. Ты так меня напугал. Ты где был, кстати? Все, расслабься, закрою глаза. Угу. Такой шок. Я его потеряла. А тут бам. И... И он меня напугал. Поцелуй. После бурно проведенной ночи в заброшенном поселке, пара мужа Артема и Алины вернулись домой. Прямо выглядит какой-то раджа, какой-то индус, посмотрите. Под утро. Вместо приготовления завтрака заказали пиццу. Угу. А, вкусненько. Ммм, ням-ням-ням-ням. Да-да-да. Но стоит отдать должное, что вот у него реально хорошее тело. Не перекаченное, нет вот этих вот тортиков, пирожков, вот таких вот, да. Просто вот хорошо сложенный чел. А сколько у тебя было женщин? Много? Нет, ну было. Понятно, что ты не девственник. Да, я догадалась. Ну, слушай, я не знаю. То есть ты даже посчитать не можешь. У тебя было настолько много? Не помню. Ну, то есть я не считаю. Зачем? Зачем? Это удовольствие, правильно? Слушай, а жене, ты своей изменил? Да, нет. Ну, не приходилось не до этого. И сейчас как раз тоже не изменил. Ммм, да, приятного аппетита. Хорошая пицца. Это Маргарита. То есть ты верный? Ммм, да. Да, да, супер, он верный, точно. Любишь свою жену? Ммм, нет. Уже не знаю. Только затруднительный вопрос. Я вижу, ты пиццу доедаешься, надо. И все. Давай, не было лишних вопросов. Давай, да. Давай? Да, конечно, давай. Давай сразу два. Давай сразу два. Давай. Держи. Это вот такой патербург. Попочку буду себе отъедать. Ой, попочку? Попочку у тебя хорошая. Попочка? Нет, попочку у тебя сладенькая попочка такая. Попочка мне твоя нравится. Кстати, хорошая попочка. Если у вас хорошая попочка, то же дайте знать об этом. Напишите попочка. Ммм, попочка. Блядь, просто ужас. Я не могу, я не знаю, как я вообще-то смотрю. Почему ты нормальная с попочкой? Но при этом я говорю, настолько плохо, что мне нравится. Можешь в кино сходить? Кино посмотреть. С попочкой. Ммм, попочка ты и я, и кино. Ммм, сядешь на попочку. Попочка. Ха! У меня есть, кстати, получше идея. Аня. Вау. Доброе утро. Какая прелесть. Знаешь, у меня сегодня такое настроение игривое. Что вам нужно передо мной? Знаешь, я приготовила вот. Смотри, как я выгляжу. Прям роковая женщина. Наверное. Я не понимаю, второе утро подряд, где прямые эфиры? Должна просыпаться сразу же, все, будильник выключаешь, прямой эфир, как было. Да, ты сейчас смутился. Ну, такое, что-то в стуале, такое, да, как бы, элемент игры, это было забавно. Туга не завязывала. Что мы будем делать дальше? Квест. Интересный квест. Если ты у меня выиграешь, то я тебя короную. Ооо. А если нет, то ты останешься незнакомцем, с которым я дальше не буду продолжать общение. Смотри, я сейчас тебе предложу часть своего тела, а ты меня полайкаешь немного. Полайкаешь? Есть одна мысль. Мне понравилось. Ну что, я заслужил, думаю, корону? Ну, сейчас увидишь. Давай, я готов. Преклоню колено. Так, ну корона, конечно. Отлично. Тебе идет, я могу сказать. А это? Орден. А это орден. Прекрасно. Сегодня. Чувствую себя теперь королем. Ну что, сейчас ты король, и я буду кормить тебя мыслим. Ну давай, я готов. Сюда, на баночку. Молодой. Еще я не могу, блядь, это просто. Сюда, на баночку. Блядь, я хочу еще раз. От себя мыслим. Ну давай, я готов. Сюда, на баночку. Молодой. Вы просто дебилы. Да, отлично. Ну что, мой хороший, сейчас самое лучшее время для того, чтобы выйти с ним. Чтобы поехать в дурку, блядь. Ну давай. Ребят, всем приветик. Я сегодня с новым королем. Да, чувак, ты сейчас не шкваришься, все норм, это нормальные эфиры. Так выглядят все мужчины в эфирах. Зажигаю. В смысле с новым? С единственным? Так, ну что, Ань, тебя ждет еще один сюрпризик. Сейчас. Королевский уже. Пока жена... Сейчас он принесет тебе пиццу на баночке. Наспала Павел успел съездить в магазин и купить для нее необычный подарок. Ну что, моя прекрасная незнакомка, у меня есть целых два сюрприза. Но прежде чем получить второй, тебе нужно сначала примерить первый. Я решил ей подарить шубу и комплект нижнего белья. Поэтому, да, я жду тебя здесь. Король ждет тебя в своей опочивальне. Какой лифчик. Ты просто красный лифчик, вау. Примерь и выходи, я тебя пока подожду. Любая девушка, либо. Хотя бы, на самом деле, это же так и работает. Там могут быть просто трусы, а девушка такая... Смотри. Я такой, вау, трусы, круто. Бед, нижнее белье, ну и шубы, естественно. Поэтому мне захотелось в очередной раз ее порадовать. О-о-о. О-о-о, вот видишь. О-о-о, все серьезно. Да, как тебе? Да, тебе очень хорошо сидит это все. Это уже, конечно, переходит всякую грань. До этого не переходило, все нормально. Ну, все-таки я надела специально для него красный халат. Да-да-да-да, молодец. Не было никакого подтекста сексуального. Все нормально. Слизала шоколад с баночки. Ну, что такого? Муж, я думаю, бы не обиделся. Да, ну, я думаю, ты заслужила второй подарок. Все, ты готова? Вот это да, отлично. Вот, теперь вот прям собран максимальный кринж набор. Вот теперь прям то, что надо. Да-да-да, королевский образ. Давай, король рад. Шикарно просто. Я показала такое небольшое шоу ему, чтобы он удивился. И нам спасибо, Анна Одегова. Реально крутое шоу. Конечно, по улицам я так ходить не буду. Король с королевой, это прекрасно. Очень крутые. Если ты не отгадываешь, то ты будешь наказан. А если я не отгадаю, то буду наказанно я. Прикольная игра. Пурова тебе не тоже сыграть дома. Будете наказаны. Уши. Ну, у тебя эрогенные уши. Да. Отлично. Так, значит, что угадал? Давай мизинец правой ноги. Думаю, нет. Чертовски права. Теперь твоя очередь. Называй. Губы. Губы. Мне кажется, губы у тебя не эрогенные. Потому что ты как-то, не знаю, видишься странно, когда я тебя целую. Ты не угадал, будешь наказан. Я хочу тебя отслепать. Прямо так? Да, прям так. Смотри, что у меня есть. Ладно, я понял. Мочка. Эрогенная. Нет. Не эрогенная. Ерогенная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, так по интересу выйдут. Пойдем прогуляемся. Ты изменял свежение? Нет. Да-да, выгулять шубку-то. Пойдем. Шуба, шуба классная. Шубы я ставлю на самые пафосные мероприятия. Ну вот, каждый день не буду выходить. Сегодня у меня просто праздник. Правильно-правильно, только на пафосные. Вот это вот высшее общество. Там эти шубы ценятся. Обычная прогулка оказалась для жены Ани не совсем обычной. Павел снова проявил себя как настоящий романтик. 20, 21, 21 цветочек. Держи, 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 держи. Ой, они у меня свалились. Я решил в очередной раз устроить сюрприз. Заранее договорился с мимом, который разыграл некоторую сценку для нее. Собирал цветы, выдуманные. Как раз для выдуманной принцессы выдуманные цветы. Я хочу, чтобы вы вместе с Пашей собрали для меня букет. Сколько мне нужно собрать, Аня, для тебя цветов? Тут они заканчиваются, е-мое. Я представляю, там девушка с коляской сидит и просто сходит с ума от того, что видит. Я забираю все цветы у меня, более юрким, чем я. Слушайте, вы быстрее собрали. Паш, ты в этом конкурсе проиграл. Ну, он профессионал. Ой, я получила целых три букета по 100 рульс и вообще была счастлива. Ну, просто я их представила в моем воображении. Она, да, да, да. Сердечко. Ага. И мы на лыжах. Я понял. И мы на лодке поплывем. Поплывем. Все, поплывем. Не, все, я начинаю уже закипать. Поплыви края. В общем, я понял, надо сажать ее на лодку и плывем. Это была его импровизация. Я не ожидал в том момента какие-то там гребли какая-то была. Я надеюсь, что... Да, да, да. Это реально ржачилось. Он именно это имел в виду. Ммм, да? Да. Ну, давай, давай, поцелуй сюда. Ну, целуй, целуй. У нас сегодня романтика прям в шкафе. Замечательный парень, да. Ну, что, поплыли? Поплыли. Давай, запрыгивай лодку. Полный вперед, а? Да. Ну, поплыли. Я решил снять ей клип «Хочу замуж за француза». Мы поехали с ней в студию, которая заранее договорилась. Не ждите капель 11-го числа. Скорее всего, выпустим с Альдаром «Хочу замуж за француза». Тоже 11-го апреля все будет. И также заранее договорился с режиссером. Добрый привет. Привет. Меня зовут? Я сегодня твой режиссер. Приятно познакомиться. А что с губами у тебя? Что с губами? Можно красным, пожалуйста? Я хочу красные губы. Ксюша, посмотри, вот такие красные дуги сделать по бокам. Какие? Красные. Вот я хочу вот так вот, чтобы они, глаза были подведены. Красный цвет? Да. С трелками красными? С трелками красными, да. А вы точно опытный? Вы точно продюсер? Поверь мне. Анна похвасталась гримеру, что Павел подарил ей новую шубу. Если мне шубу подарили, я бы на расскорбилась. Почему? Подумала бы, что я тоже выгляжу уже не очень свежо. Да. Такое не радует, конечно, давно. Косметолог бы тебе подарил мне шубы. Нормально. Мне все завидуют. Да, это понятно, это даже они спорили. В принципе, очень много людей говорят про меня плохие вещи. И когда я вижу, что они себя представляют, обычно это неудачники, которым что-то не нравится в моей внешности, потому что сами они так выглядеть не могут. Я хочу, чтобы так, как у всех, у всех же певиц, там, под фонограмму вроде бы, да, идет. Что-то мне терзают смутные сомнения, чтобы вы меня поняли. Да мы вроде адекватные люди. Не знаю, сейчас посмотрим. Просто режиссер у нас так себе, Аня. Вы так себе, друзья мои. Вы мне тоже не нравитесь, это взаимно. Но вы прекрасны. Вы, мадам, роскошная. Все, готовы? Канера, мотор. Что-то лучше не ссориться. Что-то, мотор идет у нас. А погромче давай. Хочу замуж за француза, за француза. Я не могу в это поверить все. За француза, а я хочу замуж за француза, за француза. Павел тоже решил принять участие в съемках. А я хочу замуж за француза, за француза, за француза. А я хочу замуж за француза, за француза, за француза. Тут все, больше слов не будет никаких. Я хочу замуж за француза, за француза, за француза. И снимать все на GoPro. Дайте мне эмоции. Нет, ребят, это не поцелуй, а давайте поцелуйтесь нормально, пожалуйста. Во, качество вот такое будет у клипа. И то, что вешалка сзади, это тоже как типа интерьер. Делай, что я тебе говорю, не тормози, брат. Будет супер, а мой любимый француз ютубер. Ну, ребят, это омерзительно, если честно. Вы меня простите, но это просто ужасно. Я прошу, чтобы у тебя не было такое каменное лицо. Ты попой, там рот открой хотя бы, ну сделай, я не знаю, какую-то видимость. А я что делаю? Ну, я не знаю, как вот это вот называется. Это Ленин в мавзолее. Не вообще, даже бровь придергается. Леди Гага. Хорош? Нет, это не надо Леди Гагу, знаете, это давайте я себя буду сравнивать с Тарантино. Или с Эльбином Горичи. Да, как бы, да, это далеко еще, да. Ну вот, ребят, если вы не возьмете себя в руки, я себе... Я так бы тебе дам вам последний шанс. Да, спасибо за одолжение, подруга. Оно нам очень нужно. Я подруга? Не я же. Ну, режиссер какой-то странный на самом деле. А я хочу замуж за француза, за француза, за француза. Друзья мои, это просто у тебя мерзительно. Вы меня слышите, я так... Какой-то, я тебе говорю, что ты тоже мне поцеловать, ты ее не целуешь. Ты же мне надоела. Ну, если я тебе надоела еще другого режиссера, мы просто как-то здесь устранить с тобой, сейчас выговаривают. Ты не будешь, я тебе говорю. Режиссер так и не смог сдержать своих эмоций на площадке. Разгорелся настоящий скандал, затронувший и без того ранимую жену Аню. Но Паша в очередный раз повел себя как настоящий джентльмен и не дал в обиду свою принцессу. Давай, давай, давай. Успокой уже свою эту пеничку и все не... Не трогай руками, не надо. Я в выход. Давай, дед, че-то, блин. Таранти... Жестко он его, конечно, оттолкнул, блин. Прикольно, блин. Не доделан. Вообще мы все сами снимем. На твой большой телефон, да? Его, потому что он неадекватный был, кричал много, ругался. Мы решили его выгнать и снять все на свой телефон. Как бы я взял все в свою руку. А, кстати, качество не поменяется плюс-минус. Там, ваша камера или режиссера. Один хер. А я хочу замуж за француза, за француза, за француза. Больше страсти, давай, давай. Давай, покажи ей страсть, давай. Ублизи. Сыграю билья, попаду в лузы. Бля, я жду этот трек, реально. Надо еще раз пошел. Съемки клипа для жены Ани затянулись до глубокой ночи. Она забыла про обязательное условие эксперимента. Скайп с мужем. Но муж Артем, в свою очередь, про него тоже не вспомнил. Ну давай, уже включай. Все, сейчас я на полный экран включу. Муж Артем решил показать Алине фильмы со своим участием. Просмотры видео увлекли обоих. Это все? А, ты... да? Интересно. Интересно. Спасибо огромное, спасибо большое. Спасибо, что не показали. Увлекательное видео было. Она увидела его работы и захотела непосредственно протестировать это на себе. Абсолют нормальная реакция. Вчера было просто круто. Мне все понравилось. А тебе? Да, да. Мне вчера было интересно. Это для тебя только сюрприз, чтобы немножко экстремарить, тебя развеять, расслабить. Вот. Кушай, кушай, кушай. Я старалась для тебя. Открывай, открывай ручик, все. Вот так. Умничка. Мне кажется, когда еда из близких рук, мне кажется, это вкуснее. На еще клубничку. Сука, я бы его убил, бля, я не могу это слушать. А, еще, вкусненько, да? На еще клубничку, да? На-на-на, попочка, попочка, клубничку. Клубничку. Как фаршку будет сзади, вот так, бам, бля. А я хочу замуж за француза, за француза, за француза. Вы дали еще для клубники, не хватает взбитых сливок. Было вообще прикольно. О, кстати, я вчера еще прикупила. Ты вчера их прикупила? Да. Блин, жаль, я об этом ночью не знал. Я думаю, они бы нам пригодились. Садись. Давай, прям. Да садись давай, что-то. Открывай, давайте. Клубника и сливки, это прям как элементы страсти, нежности. Я полностью с тобой согласен. У нас с тобой еще весь день, вся ночь впереди. Так что, я думаю, сливки нам еще с тобой пригодятся. Так что давай за начало нового дня. Давай. Мила, я-то решила постирать, тебе что-нибудь нужно? Алина решила устроить грандиозную стирку. Да, у меня есть там бельишка. Может, тебе, не знаю, помочь нужно что-то. Да, конечно. О-о-о. Это же красная футболка. Да, внутрь надел. А тебе так пахнет мужчиной? Может быть, мы ее тоже? Да. Как раз у тебя есть своя красивая цель. Ладно, немножко по телу можно ее снять. И ты свою дорогу тоже туда-то куча. Пошли стирать. Пойдем стирать. Но в самый ответственный момент подвела техника. Машинка перестала работать. Артем решил взять в руки инструменты и наладить ее. Этого он никогда не делал в квартире жены Алины. Мышь у меня никогда ничего не тенил, он не умеет. Вроде заработала. Работает? Да. Только надо порошок насыпать. Ну, барабан крутится. А, ну, вот видишь, движение пошло. А-а-а, какой ты молодец! А-а-а! Не помню тебя! Ты прям настоящий сантехник. Блин, как круто! Я уже думала, не справлюсь. Я помог ей в починнике стиральной машинки. Ну, из-за общих интересов, из-за своих интересов в первую очередь. Потому что нужно было постирать вещи. Волосы седые уже. Прилагаю, есть одно местечко интересное. У меня там сейчас, у меня друг, кстати, говорит, сидит. Можно к нему присоединиться, заодно тебя познакомлю. Серьезно? Да, тоже веселый человечек. Такой, С-образный. Ну, думать тебе понравится. Интересно будет? Понял. Что думаешь? Я за. Аня? О, привет! Доброе утро. Есть некоторая задумочка. Только ушли с одного дурдома, сразу же попадаем во второй. Подожди, подожди, тебе еще пока нельзя. Нельзя. Ты что ты же принес? Не все так просто. Моих ног прям ковер сломает. Смотри, Анечка. Это прекрасно. Я назмусь с тобой, как всегда, завтрак. А что это у меня? Подожди. Не торопись. Не торопись. Не торопись. Я хочу попробовать свой завтрак. Прежде чем попробовать, тебе надо заслужить его. Да, и все так просто. Утро ужины Анны снова началось со сладкой игры. Я хочу, чтобы ты, прежде чем взять какой-нибудь из этих предметов и съесть его, ты должна сказать что-нибудь, что связано с этим предметом. Ну, со мной, например, говоря, там, вот, Аня, ты сочная, как эта мандаринка. Ну, с нее и начнем, давай. Итак, Аня, прежде чем взять эту мандаринку, скажи, что ты думаешь. Ну, ты такой сладкий, как эта дольчика. Ну, давай. Хорошо, да. Есть. За счет. Пашечка, ты такой крепкий, как эта сушечка. Мощный, как эта сушечка. Мощный? Для моего ротика. Главное, что не круглый. Для моего ротика, да. Отлично. Давай. Ну что ж, Пашуль, завтрак закончен, надо брать стол. Давай, убирай. Мне кажется, у меня отлично получается. Ну-ка, там еще чуть-чуть осталось. Превосходно, не останавливайся. Да-да-да. Вот. Муж Артем решил познакомить Алину со своим лучшим другом. Несмотря на то, что супруги Одеговой женаты уже два года, муж до сих пор не ввел ее в свой круг общения. Именно поэтому друг Азат принял новую знакомую мужа Артема Алину за его вторую половинку. Датьяна, для начала, завстречу? Да, давай. А чем ты занимаешься? Я, ну вообще, на самом деле, в праздниках работаю. Так же, как Артем, собственно, откуда мы друг друга знаем. Ты же веселый человек. Веселый человек. Так называемый порно-праздники. Работали вместе. Правильная формулировка. Мне надо стесняться, стадись поближе. А что ты, кстати, пьешь? Я пью имбирно-малиновый чай. Замуж за француза, за француза, за француза. Вот. Ну, зима, все дела. Да, подготовочка с имбирем. А как вы познакомились-то? Это такая сложная история. Решили поучаствовать в небольшом эксперименте. Есть, ну, сейчас уже можно назвать, какая-то супруга, вот. С которой мы проверяем отношения, вот. Решили поменяться некими... Нож. Женек. Это вам не хохры-мухры нахрен? Охренеть. И в то же время... А, я же это все уже показывал, да? О, отвертка. Недавно ей, кстати, отверчивал кое-что. И вот, плоскогубцы. Тут еще что-то есть. А, вот. А, нет. Ну, короче, вы поняли. Такая пауза нужна была. За француза. Ну, ролями, отношениями, вот что-то такое. Как экзотично. В общем, для них это испытание на чувства. Вот. Они друг друга проверяют тем самым. А для меня это просто сакс. Нужны ли им эти чувства или не нужны? Да, да, да. Ну, у нас дается время. И вот там дальше будет больше видно. Сойдемся мы или сойдутся они. Ну, я тебе скажу. Мне это очень нравится. По крайней мере, я тебя уже знаю. С Алиной, по крайней мере, я познакомился. Так что... Он уже хочет увидеть мою супругу. И поэтому он так, ну, периодически шутит. Артем, к сожалению, меня так еще и не познакомил со своими родственниками и близкими друзьями. Не, в ней я убедил. В смысле, как он, вы женились, и он тебя не познакомил ни с кем? Это как? Я чувствую, что есть какая-то уверенность в некоторых моментах. Вот так что уже хорошо, да? Слушайте, давайте мы эту встречу запечателим. Давай, дайте. Давай, давай. Так. Три, два, один. Отлично. Супер. Прикольно. Да, мы сделаем какой-нибудь... Обязательно вот этот. Стикер. Давай киску. Киску вот так. Да, да, вот так. Вот так, да? Да. Ну вот, смотри, у нас уже есть совместное фото и с друзьями, и со мной. На самом деле девочка понравилась. В плане, что я рад за Артема, что они встретились. Кажется, у них все очень позитивно так развивается. Для меня главное, что друг счастлив. В очередной раз есть для тебя еще один сюрприз. Да ты что? Так, да. Вот стой здесь. Стою. Сейчас я сделаю. Павел нанял профессионального музыканта, чтобы он спел жене Анне ее песню. За француза, за француза. Я радуюсь. Люди, которые курят, просто вапы. За француза. За француза. За француза. За француза. О, он мне сам поклонил. Ух ты, наконец-то мне сам позвонил. А я вот в тачке еду, угадай, кто меня везет. Кстати, я хочу тебя в тачке еду спросить, что за баба, с кем у тебя фотография там? Выкладываешь фотки, мне не отчитываешься. С какого хрена я должен перед тобой отчитываться? Зачем? Ну вообще-то мы в отношениях, ты забыл. Слушай, ну сейчас это уже такой спорный вопрос. Ну так ты тупой, что ли, или как? Что за девушка? Ну, вот... Вы с ней спали? Знаешь, мне уже надоел этот разговор дебильный. Давай, до свидания. Пока. Здесь какая-то непонятная. Ну как вы понимаете, под блюром там оголенные тела. Показывать это я, к сожалению, не буду. Но там, ну, как обычно, все как всегда невероятно, ну, прям, amazing. Beautiful. Satisfaction. Там все вообще. Сейчас он делает ей массаж. Сейчас он тоже начал мыться. Бля, все, я хочу. Когда конец? Сколько? 12 минут? Ничего себе где-то, а? Это был замечательный день. Да, это точно. Очень рад был знакомствам. За француза, за француза, за француза. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Доброе утро. Доброе утро. Садись своей попочкой на стол, я тебе сделал драники. Попочкой. Клубничка, сливки будешь. Коклетки, печеньки, семочки. Попочка. Все, ребята, я не могу больше. А, что? Начала я с тобой. Слушай, я в принципе еду сегодня на работу. Помнится мне, ты что-то хотела сделать своей бородой. Да, я хотел ее, честно говоря, покрасить немножечко. Так это, ну, уложить, что ли. Ну, вот, чтобы как-то, не знаю, преобразиться. Я постоянно говорю Артему, чтобы он сбрил бороду. Но он не хочет. Ну, он так будет помоложе выглядеть, поэффектнее. Но, с другой стороны, он будет привлекать большее количество женщин. Это меня пугает. Слушай, ну хочешь, поехали со мной? Почему бы нет? Как раз с креативом что-нибудь. Угу. Алина – хозяйка модного салона красоты. Она твердо решила реализовать свои творческие фантазии на муже Артеме. У Артема есть проблемы с имиджем. Я хотела бы внести свои... Там не проблемы, там просто пропасть тотальная. И какие-то там корректировки. Ань, доброе утро. Ой, привет. Надеюсь, там вино уже в стаканах. Позавтракай. Это так прекрасно, что ты обо мне позаботился. Сварил ли мой любимый кофе? Да. Светочка, привет. Привет. Я даже не знаю, были ли выпуски Кринжовия, чем вот это. Это просто, это вообще, это пулемет. Мои хорошие. Это Артем. Ему нужно поменять имидж. Ему нужна помощь. Все так, как мы с тобой разговаривали. Да, я помню. Проходи. Да, давайте. Присаживай. Хорошо, спасибо. Как ты думаешь, что сегодня мы будем делать? Вообще не знаю, что ожидать, что может быть. Я сразу доверился Алине. Страшно? Да. Алина решила покрасить бороду мужа Артема в необычный цвет. Алиночка, принимайте. Ого-го, да ты просто пипец. Обалдеть. Все, ну сколько, ну что, что дальше будет? Что, что будет дальше? Бля, посмотрите на него. Не, все, я не могу больше. Я уже хочу, чтобы это закончилось. Давай за это выпьем. Тебе так идет? Давай заселфимся? Нет. Слушай, почему? Давай заселфимся, ну давай. Нет. Почему? Давай просто выпьем. Тебе не нравится? Тебе не нравится? Прошу про уже не вечера. Зато я теперь знаю, как выглядит карабас-барабас. Посмотрев на себя в зеркало. Не желаете ли вы сделать интим-стрижку? Нет. Может быть, все-таки маленную интимную стрижечку? А что? Ну, как сходим? Ну, ты чего? Мы с тобой сегодня прибыли в твой мир, в сказку. Сегодня будем с тобой покорять каток. Романтичная сторона Павла проявилась и в этот раз. Где еще девушка будет нуждаться в сильной мужской поддержке, как не на катке? Ты же умеешь кататься? Нет, я первый раз. Но поскольку ты предложила, отчего бы не согласиться. Прошу. А я вообще первый раз на коньках. Держись, Тебе. Я держу тебя. Да, ты меня держишь? Тихо-тихо-тихо. Мне кажется, мы сейчас вдвоем и упадем. Я не умею кататься на коньках, поэтому мы с Аней не катались никогда на коньках. Спасибо. Вот это коммент, реально. О, тебя знают. А ты Снегурочка у нас, да? Да, меня тут и скоток знают. Снегурочка, Снегурочка. Я пришла на праздник к вам, вас увидеть, потусить, вам стишок проговорить. А стишок какой? Да непростой. Хочу замуж за француза, за француза, за француза. За француза, да, вы просто не слышали в оригинале, она шикарная, просто песня, скоро она будет на всех. Это наша остановка, все. Спасибо. Спасибо вам большое, девчонки, спасибо большое всем. Да, вот это, конечно, было неожиданно. Ну, ты катаешься лучше меня. Вот я, честно, первый раз. Это просто потому, что рядом со мной была ты. Вот уверенно себя чувствую, когда ты со мной рядом, видишь? Может быть, я тебя вдохновила, да? Точно. Именно так, да. Ты прям был прям... Не хотелось в твоих глазах, как бы, вот, показаться, вещь таким, вот, неопытным. Ну, на фоне меня ты был просто такой опытный. Спасибо. Это приятно. Мне понравилось стоять на коньяках. По сути, мы почувствовали себя семьей. Алина и муж Артем выпили много шампанского в салоне Алины и пришли домой на веселе. Артемочек. Только, как я понял, он не на веселе, ему не понравилось, что он карабас-барабас, а за француза. Я такая пьяненькая. Раздень меня, пожалуйста. Уф. Я не виновата. Я ходила, как бы, лучше, понимаешь? Ну, ты понимаешь? Все, можно это пролистнуть? А, супер. С тобой погружаться в китайскую культуру. Жен... Блин, этот все сюрпризы устраивает. Да что за дурдом-то, а? Аня любит восточную культуру и духовные практики. Павел привел ее в японский ресторан, где читают древние японские тексты. Сейчас они на древнеяпонском за француза будут читать. Я тогда просто сразу же выключаю этот ролик. Ух ты. Как же классно. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотите замуж за француза? Привет, привет. Это наш меню. Привет. Девушка, я вот с этим мужчиной. Хочу сегодня заняться духовными практиками. Как вы думаете, какой нам чай подойдет? Лунцинь. Отлично, это давай. Отлично, ждем. Прямо из ресторана жена Анны решила позвонить своему мужу. Но Артем, скрывая свою окрашенную бороду, спрятался под одеяло. Алло. Привет. Что, дома лежишь? Кстати, мы с тобой скоро увидимся. Мы встретимся с тобой в бассейне. Посмотрю я на эту твою шалавку. На твою эту шлюху посмотрю. И все, я тебе при встрече расскажу. Все. До свидания. Дорогие гости, у нас переодевается в кимоно для чайной церемонии. Я вам сейчас принесу кимоно, и вы переоденитесь. Это интересно. Давайте. С удовольствием. Примерим. Сейчас только вам надо накачаться. Это информацией. Переодевайтесь, я вам подойду побольше. Спасибо большое. Краса. Прекрасный пояс. Красивая игра золота на бедрах. Интимный момент такой прям. А вот такие рукава, сколько всего можно сюда положить. Да, удобно в кимоно воровать. Настоящая японская гейша вовлекла жену Анну и Павла в мир восточной эротики с помощью любовных японских текстов. Когда ее золотой лотос ноги поднимается так, будто она хочет обнять. Это обязательно смотреть, да? Ими мужчину. Его огонь и страсть достигли вершины. Она оборачивается своей ноги вокруг него. Не, бля, ребят, я сейчас просто чокнусь, я не хочу это смотреть. Из двух тел и душ, смешивающихся и объединяющихся. Бля, за что мне это? По правилам эксперимента, на пятый день пары встречаются на двойном свидании. Жена Анна предложила провести его в бассейне, чтобы хорошо рассмотреть фигуру незнакомки. Этот идиот в стрингах уже почти. О, привет, привет. О, Тёма. Паша. Ты своему спортивному, в принципе, там два варианта. Либо веселый, либо овощ. Привет. Привет. Предлагаю выпить просто, ну, как минимум, за встречу. За знакомство. За знакомство, да, давайте. Сейчас мы выпьем за знакомство. Тихо, тихо, тихо. Началось бы сразу же. Тихо, тихо, тихо. Это твой мужчина. Без памяти, без памяти. Всё, 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 не надо. Мне было очень стыдно, неприятно, что... Что я сама первая это сделала, молодец. Другая девушка сидит рядом с Артёмом, и я хотела как-то обратить на себя внимание. Я вчера в ритуальных услугах, там, пальцами ковырялись, непонятно где. Твой качок. Мне даже страшно, зачем я это помечаю всё. Ой, тихо, 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 тихо. Держи столпельку. Будем плавать, это всё смоется. Я не буду с тобой плавать. Так не со мной. Паша, подержи столпельку. Держи столпельку. Держи столпельку. Их пары по эксперименту Павел и Алина тоже не теряли времени. Ну, я Паша. Алина. Очень приятно. Очень. Как тебе, Артём? Артём как Артём. А вот с твоего бицепса клубничку я бы съела. Давай, с бицепса. Хорошо. А тебе? Артём. Когда мы немножко с Алиной выпили, и пока они там разбирались, мы так переклинулись взглядом, да, достаточно интересная девушка. Всё, романтика прошла. Тёмочка. Я вообще скучала. Чувствую там такие эмоции. Ну, что это любовь. Я тебе какому что-то понял, мужу что-то. Я, я, я. Присядь, присядь. Алина демонстративно попросила мужа Артёма намазать ей спину лосьоном. Тебе вот не стыдно. Нет, мне не грустили. Тебе не стыдно. Я не выбешиваю, сварька. Тебе не стыдно. Ты её лапаешь. Лапаешь её. Это противно. Это, не знаю. Сегодня Аня показала полностью свой характер, который был просто полностью неадекватный, полностью отвратительно, противный. Это ужасно. Меня, Аня, трогай меня! Можно раздаться и получить подовольство? Не трогай меня, Маша! Политенец! Он ещё еблак. Он же просто её выкинул на парапет на этот. Я понял, что они друг друга стоят и думаю, им там и место в бассейне. Всё, давайте, вы отличная пара, ребят. Всё, ушли. Ребятки, пока-пока. Всё, у тебя, пока-пока. Пока-пока, пока-пока. Ещё не свои эмоции и разборки оставляют при себе, а мне нечего там больше ловить. Артём хотел просто унизить меня, поиздеваться. Честно, не знаю, что же. Выйти замуж за француза. Дала Аня увидеть этот эксперимент, и, может быть, как и все девушки пытаются выжить последнее из пальца. Семья Одеговых распалась. Супруги решили подавать заявление на развод. Я рада, что вот эта ситуация обнажила его истинные чувства ко мне. Для меня это расставило определённые точки и приоритеты, благодаря которым я понял, что на данном этапе отношений нам с Аней не по пути. Э, ребят, я не знаю даже, что сказать. Это, как я уже говорил, это было настолько плохо, что хорошо. Это было просто максимально крипово, кринжово. И моментами реально очень забавно. Хотите замуж за француза? Дайте знать об этом в комментариях. С вами был Евгений. Я вас с вами люблю и макси. Расприжимаем мучше от боли свою любовь и с фотографией в айфоне. Ставьте лайки и пишите комментарии. А я поеду лечиться, потому что я это смотрел и комментировал. Спасибо за просмотр. Пока.